Между тем, больше миллиона гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения выявили за последние годы в Западно-Казахстанской области. Это пашни, сенокосы и пастбища. 15% этих участков уже возвращено в собственность государства. Работа продолжается и сегодня. К тому же жители ряда сел жалуются на нехватку пастбищ для выпаса домашнего скота. О земельном вопросе в материале Ботогос Базарбаевой. 200 тысяч гектаров сельхозземель проверили в прошлом году в Тоскалинском районе. В результате в собственность района было возвращено 18 тысяч гектаров неиспользуемых участков. Теперь их будут передавать в аренду желающим разводить скот или заняться земледелем. Часть площадей отведут под сельские пастбища. Сейчас в Чижинском, Мерейском, Тоскалинском, Амангельдинском сельских округах не хватает земель для выпаса скота. Мы провели работу по расширению пастбищных участков. Земельная комиссия одобрила. Теперь ведется раздел и отведение участков округа. Негде пасти скот и жителям села Белес в Батирекском районе. Поселок недалеко от Уральска активно обживают в последние годы. Скота становится больше. А все земли вокруг пашни давно в аренде у крестьянских хозяйств. О окружности поселка по закону должно быть где-то километра 8-7 для сельской местности. А такой нет сейчас. Ну, от села 2 километра, наверное. Пастись места нет. Они тоже здесь в одном месте кружатся. Кружатся до осени. Например, вот сейчас май, еще апрель, май, еще ничего. Сейчас есть зелень. Сейчас в этом году дожди хорошие же. Но потом в июне, в июле уже все. Эта зелень кончится. Все уже, пастбища нет. Если летом рулон сена покупаем за 6 тысяч тенге, к осени цены вырастают вдвое, рассказывают сельчане. Изначально пастбищных земель здесь, как выяснилось, предусмотрено не было. Проблема общая для района, так и в области. В то время, когда выдавали это площадя, сейчас требование такое, что если иметь хозяйство, любой имеет площадь, он должен обязательно занять животноводством, чтобы давал продукцию. Жители поселков хотят иметь свои посудные хозяйства, но пастбищи за чьими-то гектарами стоят. Много еще вопросов. В целом треть из возвращенных за три года в собственность государства земель в регионе уже осваивается. Арендаторам, чьи участки пустуют уже два года, разъясняет земельное законодательство. В результате разъяснительных работ, проведенных местными исполнительными органами, на площади 574 тысячи гектаров своих земельных участков приступили владельцы. В целях вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственные обороты проводятся конкурсы по предоставлению права землепользования. Если в 2019 году было проведено 43 конкурса, в результате которых было предоставлено 527 земельных участков, в 2020 году проведено уже 51 конкурс. За последние три года в сверхозаворота вовлечено около миллиона гектаров земель в регионе. По словам сельчан, одна из причин, по которой арендаторы не обрабатывают пашни и сенокосы – дефицит поливной воды. Поток из Базарбаева была Чарльгаса, Канат Махмутов, Западная, Казахстанская область, Хабар-24.